Бесмиллайху рахмархайм, вассалату вассаляму аля набина Мухаммадин и аля алихи и сахбих и жмаин. Ассаляму алейкум, рахматуллах и баракату, уважаемые братья и сестры. Хотелось бы показать нам наши будущие дома. Каких бы мы в больших дворцах не жили, в просторных, роскошных квартирах не жили, придет время у нас и у вас, и мы, нам придется переехать, поминать прописку и переехать в другие дома. Пойдемте, я вам покажу. Из Адаба, по сунне пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, говорит следующее дуа при входе сюда. Ассаляму алейкум, я ахл-кубур, мин аль-му'минин, антумус сабикун, у нас иншаллаху бикум аллахикун. Ассаляму алейкум, вы, наверное, уже кто понимает арабский язык, поняли, куда мы пришли. Мы пришли на Кубур, на Макабир. Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, сказал, мир вам, о обитатели могилы, из верующих. Вы те, кто пришли сюда до нас, а мы те, кто придем сюда за вами, после вас. Это из сунны пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, делает такое дуа. Сподвижники часто посещали могилы. Рок Мухаммад, салаллаху алейкум, сказал, посещайте кладбище, они вам будут напоминать о вечности, об ахиряти. Усмана, рада Аллаху ангу, уважаемые братья и сестры, когда приходил на могилы, плакал. И тогда подходили к нему сподвижники и говорили, О, правитель правоверных, мы тебе напоминаем о вечности, о рае, об аде. Ты не плачешь, а когда смотришь на могилу, ты плачешь. На что он ответил, Поистине могила, это первое начало вечности. То есть отсюда начинается у тебя все. Здесь заканчивается все, уважаемые братья и сестры. Здесь заканчивается наш жизненный экзамен. Здесь равняются и богатые, и бедные, и верующие, и неверующие. То есть все здесь заканчивается. И большинство из них, много из них хотели, может быть, думали, завтра я начну молиться. Но так он и не успел. Его привезли сюда. Кто-то говорил, что я завтра начну поститься. У него было такое намерение. Но так он и не успел. Завтра я изменюсь, завтра я сделаю это благое дело, завтра я оставлю этот грех. Но он не успел. И он, его положили сюда. Также придет время, и нас наши братья понесут на наших плечах. На нас только будет кофе, саван, больше ничего. Наши машины дорогие, все эти, и Мерседеи, и Ламборджини, все здесь останется у всех. И самолеты, все здесь останется у собой. Никто не заберет их в могилу. Семья тоже, дети, близкие останутся. Как скопрок Мухаммад, салаллаху алейху ассалям. Когда человек умирает, до могилы его три вещи продолжает. Две вещи обратно возвращаются, а одна вещь только с ним вместе идет. Его провожает его богатство, его имущество, его семья и его дела. Семья и имущество возвращаются. То есть, как человека похоронили, они возвращаются. Пройдет время, уже так переживать не будут о нем. Оскорбить не будут. Богатство его разделят, наследство его разделят. Но, однако, с ним только останутся его деяния. Плохие и хорошие дела. Поэтому мы должны стараться, пока, альхамдуллах, мы еще не здесь. Мы с вами, альхамдуллах, еще живем. Мы должны стараться больше делать благих дел в этой жизни. И оставить, отдаляться от того, что гневит Всевышнего Аллаха. Субханаху ва Та'але. Абу Гурейра, знаете, какой великий сподвижник, ученый. Большинство хадисов, передается от Абу Гурейра, передал Абу Гурейра, передал Абу Гурейра, передал Абу Гурейра, передал Абу Гурейра. Перед смертью плакал. Сильно-сильно плакал. На что он плакал, когда спросили, почему ты плачешь? Он сказал, Я плачу, то, что передо мной стоит длинное путешествие, то есть начиная с Барзаха и до Судного Дня. Мало у меня благих дел. Представляете, Абу Гурейра, если говорит, у нас с вами сколько дел? Если Абу Гурейра говорит, у меня мало благих дел. Я плачу, то, что убежденность моя слабая. Я плачу, то, что боюсь, что я не удержусь на мосте Судного Дня, когда буду заходить, когда буду идти по мосту и упаду в ад. Это на это плакал. Вот так вот они богобоязненные люди. Вот так они боятся Всевышнего Аллаха. Поэтому сколько здесь жить придется? В этой могиле, в этом Барзахе. Давайте с вами подумаем. Сколько в этой жизни живет человек? 50 лет? 60 лет? 70 лет? 80 лет? 90? Сколько уходит у нас с вами на молодость? 15 лет. На сон? 20 лет у человека уходит. Примерно, если он там 60-70 лет живет. 20 лет на сон, спит он. Сколько уходит на ненужные дела? 15-20 лет. Да в итоге сколько человек живет? А сколько он будет жить здесь, в могиле? Усман, тот же Усман, в каком году умер? В 36-м году по хиджри. Сейчас какой год? Сейчас, в 36-м, 37-м году умер. Сейчас 1440-й год. Сколько он в могиле? 1400 лет он в могиле. 1400 лет он в могиле. А сколько еще там пробудет? Аллаху алим. Аллах только знает, когда судный день будет. Может быть еще 500 лет, может быть еще 1000 лет, может 2000 лет. Аллаху алим, сколько он будет в могиле. У кого есть разум, он правильно все выстраивает в жизни. Поэтому мы должны задуматься, уважаемые братья и сестры, мы должны задуматься. Если мы хотим, чтобы здесь у нас была счастливая жизнь, вот эти тысячелетиями, а после Барзаха вечность, ахира, неужели чуть-чуть не должны мы постараться? Неужели мы не должны оставить какие-то действия, которым недоволится Всевышний Аллах? Сейчас закончится вместе Рамадан, мы с вами, была площадка такая для подготовки. Мы должны это продолжать дальше нести, не просто в Рамадане поклоняться Аллаху, а потом все это оставить. Потому что нас всех ждет вечность. Нас всех ждет вечность. Здесь заканчиваются споры, здесь заканчивается грубость, здесь заканчивается недовольствие, здесь заканчивается зависть, здесь заканчивается хитрость, подлость. Все здесь заканчивается. Поэтому пророк Мухаммад сказал, «Узкару хадимал ладзад». Побольше вспоминайте разрушительницу наслаждения. Это смерть. Хазрят, а вот мы, когда вошли, мы приветствовали обитателей этого кладбища. Скажи, пожалуйста, если мы их приветствуем, они, получается, слышат? По поводу того, что слышат или нет, есть хиляф, разногласия среди ученых. Конечно, некоторые ученые говорят, что они не слышат. Почему? Потому что Аллах в Коране говорит, ты не сможешь заставить услышать мертвого человека. Некоторые ученые говорят, что именно в этом аяте имеется в виду мертвого тот, у кого мертвое сердце. Но опять же, почему Аллах тогда сравнил это с мертвым? Почему Аллах сравнил с мертвым? Значит, то, что мертвый не слышит. В другом же риваяте, в другом мнении ученых, то, что они слышат. И на что это имам Ибн Каим в своей книге Ар-Рух написал об этом. Почему? Потому что было бы несправедливо от Всевышнего Аллаха, от пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, сказать нам, говорите салям мертвым. Если они не слышат, тогда для чего говорить салям? То есть, это было бы непонятно, неясно. Поэтому, ал-уламая, ученые говорят, что они слышат. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, пришел после битвы Бадра, на Бадрин могилу, и начал к ним обращаться. Говорит, ассаляму алейкум, я ахл-кубур, мин аль-му'минин, начал к ним обращаться. Тогда Умар ибн Хаттаб сказал, тухатыву манья, Расулу Аллах, кому ты обращаешься, у посланника Аллаха? На что пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, сказал, я, Умар, иннека ла асмау мин хум. Говорит, о, Умар, ты не более слышишь, чем они. То есть, они так же слышат, как и ты, однако они не могут ответить. Поэтому говорится, что когда приходишь на могилу из Сунны, говоришь, ассаляму алейкум, мир вам, я ахл-кубур, мин аль-му'минин, о, обитательные могилы, верующие, антумусабикун, вы те, кто пришли до нас, и мы те, кто за вами сюда придем. Поэтому это из Сунны пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям. Так же, что говорится, а дуа, то дуа не слышат, дуа до них доходит. Поэтому не обязательно только на могилах делал дуа, так же и дома можно делать дуа, наши дуа, молитвы за близких, за папу, за брата, за близких. Это все, аль-хамду лилля, до них доходит. Вот здесь вот, там дальше лежит мой дедушка, там другой дедушка, дядя мой, бабушка, племянник, брат, братья, родственники. И всех нас ждет сюда же тоже вместо, то есть, когда мы говорим, опять же, вы должны задуматься, мы те, кто придем сюда после вас. То есть, значит, это и наше тоже место после вас. Хазарет, еще такой вопрос, а женщинам допустимо ли посещать Калабдыши? Что касательно посещать могилы для женщин, в этом есть разногласия среди ученых, но джумхур, аль-улама, большинство мнений ученых, то, что это разрешено. И дали на это какой, то, что Аиша, рода Аллаху, Аиша, рода Аллаху, Аиша, спросила у посланника Аллаха, саллаху, али-салям, если я пойду посетить кладбище, могилы, что мне говорить? На что пророк саллаху, али-салям, ее обучил, сказал, скажи, он обучил этой дуа, сказал, что если ты придешь на могилы, говори вот это следующее дуа, которое мы с вами рассказали, и пускай Аллах просит нас и вас. Если бы было бы запрещено, пророк Мухаммад не обучал бы еще этому дуа. Второй дали, когда одна из женщин похоронила своего ребенка и плакала около могилы, пророк Мухаммад саллаху, али-салям, подошел, сзади она его не знала, и он сказал, прояви набожность, о, женщина, и прояви терпение. Тогда она не узнала, что это был посланник Аллаха, саллаху, али-салям, пророк Мухаммад саллаху, али-салям, не сказал, что ты тут сделаешь на кладбище, у женщины, уходи отсюда. Он что? Он сказал, прояви сабр, и прояви сабр, прояви терпение, прояви набожность. Также про Аиша, рада лаванга, когда умер ее брат Абдурахман, она его навестила, его могилу, посетила ее могилу, и на что ее спросили, ведь пророк, саллаху, али-салям, разрешал ли посещать, на что она сказала, да, он, кана, ямна, али-салям, али-салям, он, кана, ю-хар-ям, али-салям, али-салям, он нам запрещал, потом он нам разрешил и привела хадиф пророка Мухаммада, где посланник Аллаха сказал, я вам запрещал посещать могилы, так посещайте же их сейчас, это вам напомнит об вечности. Те, кто запрещают, они приводят хадиф пророка Мухаммада, где посланник Аллаха, сказал, Аллах проклинает женщин не за ират, а за варат, тех женщин, которые много посещают могилы. Некоторые ученые говорят, что это хадис. Это слабый хадис. Другие же ученые говорят, что он мансух. Он не действует. Другим хадисом покрывается, стертый. То есть, его уже хуком не действует. Некоторые ученые говорят, это именно для тех женщин, которые слабые. То есть, когда приходят, плачут. Для них пророк сказал, потому что женщина слабая, начинает рыдать, плакать. Плакать чересчур. Это запрещено. Нияхан называется в шариате. И также сказано, что чересчур много посещать женщину могилы нежелательно, не стоит этого делать. Вот это могила моего папы, Шавкат Хазрата, за могилом. Мы его сюда, я его, альхамдуллах, своими братьями с дядей, мы его взяли, сами его в могилу, спускался, сами же его опустили. И Аллах дал мне возможность милой провести, дал мне эту милость, то что я его сам помыл водой, замзаменом, сам его в кафе, в савану обмотал, сам же его положил сюда, в ляхет. Ассаляму алейкум, мархватуллах, баракасу, я бы. Это сабик. Варей, иншаллах, бекаллах. Гафар Аллаху, ляхка, валя. Еще часто бывает, к сожалению, проходишь по кладбищам, видишь, спханаллах, вроде бы как мусульманские кладбища, но некоторые ставят портреты покойника, фотографию. Это канонически запрещено. Или бывают какие-то дорогие памятники чересчур делают, тем самым думают родственники, что ему это в пользу, что это ему чем-то поможет. Ничего это не поможет. Лучше бы эти деньги сохранить, чтобы чересчур такой дорогой камень не ставить. Эти деньги от его имени садака дать бедным, нуждающимся. Вот это будет для него в пользу. А в этом все. Дунья ему неинтересна. Ему неинтересно ничего с этой жизнью. Валлаху, ему как больше, чтобы благ до него дошло. Что касательно фотографий, изображений. Пророк Мухаммад, саллаху, алей-саллаху, запретил. Аллах проклинает тех, кто делает изображения. Поэтому, субханаллах, это кроме ему пользы никакой не принесет покойному и может принести даже вред. Поэтому, субханаллах, если бы он стал из могилы, он бы запретил бы это делать. Поэтому, уважаемые братья и сестры, это как напоминание. Да, конечно, мы все любим своих близких. Кто-то потерял отца, кто-то брата, кто-то потерял ребенка свою. И хочет сделать все красиво, оформить этот памятник, сделать там фотографию. Но фотографии в шариате, в исламе запрещено это ставить на могилы. Поэтому, чем меньше камень, чем проще, тем это лучше. Будет для покойного и для того, кто похоронил своего близкого человека. И это не означает, что он его меньше любит. Он, наоборот, мы хотим принести благо для него, чтобы ему было благо там в могиле. Поэтому мы должны делать так, и оформлять, и хранить так, как повелел нам тот, кто сотворил эту землю, в которую мы вернемся. Всевышний Аллах сказал, Из нее я вас отворил, в нее я вас и верну, из нее я вас заново воскрешу в день суда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok